Привет! Расскажу вам, как мы сделали начальную версию Wi-Fi, локальную сеть по видимому свету, с использованием лазеров из пишущих DVD-приводов и отечественных фотодиодов. Для красоты решили напечатать нестандартный корпус и заодно проверить наш 3D-принтер. Корпус печатался с нулевым заполнением и наибольшее беспокойство вызывало вопрос, справится ли принтер с верхними слоями, так как печатать приходилось буквально по воздуху. Однако принтер справился отлично, натянул две нитки и на них уложил 4 слоя, и в конце вышло довольно неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из приятных моментов, когда отрываешь модель от стола. Корпус готов. Двигаемся дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диагностический прокол прошел хорошо. Можно было бы напечатать крышку отдельно, но это не наш путь. Вскрываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая получилась коробочка. Видны провисшие нитки, но все получилось довольно крепко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажу вам про электронику. Передатчиком является лазерный диод из DVD-шника, а приемником фотодиод FD-263. Сигнал с фотодиода попадает на операционный усилитель, усиливается и дальше обрабатывается логикой ИНЕ, для получения нормальных фронтов. Драйвер лазера также построен на четырехканальной логике. Мощность излучения задается подстроечным резистором. Впихаем теперь это все внутрь. Оснастим нашего кота технологическими дырками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да уж, так себе получилось. Позже подправим. Компоновка получилась плотной. Плата идеально подходит в пазы, держится крепко. Плату закрепили. А глаза? Самое время схалтурить. Зальем все термоклеем. Первый тест. Моргает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавим характера нашим зверям. Заодно заклеим недостатки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот таких два брата у нас получилось. А вот твоя Панама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Познакомимся с системой связи. Два компьютера под управлением Windows. К каждому компьютеру подключен преобразователь USB в последовательный порт. А уже к преобразователю подключены коты. Во время исходящего сообщения у кота зажигается лазерный глаз. А вторым глазом кот постоянно следит за входящими сигналами от брата. Давайте протестируем наше соединение. Выставим на обеих компьютерах одинаковую скорость. 921 килобит в секунду. И попробуем отправить тестовую картинку. Только представьте. Каждый раз при передаче лазер моргает со скоростью почти миллион раз в секунду. Теперь в обратную сторону. Передается. Ну что ж, связь есть. Пришло время настроить сеть. Для этого используем прямое соединение. Связь будет работать по TCP IP. Запускаем. 115 килобит в секунду. Нам будет достаточно. Последняя предпусковая проверка. Проверим пинг. В комментариях под короткими роликами сомневались пинги. И вот вам реальный полевой тест. По-моему достойный результат. Спасибо. Проверим пинг. Наконец-то можно и поиграть. Поиграем в StarCraft. Создадим на одном компьютере сервер. По UDP. Выберем карту. И на втором компьютере найдем эту игру. Видим ее. Соединяемся. И запускается обратный отсчет. Как видите, коты активно обмениваются информацией. Историческая встреча. Кто-то должен умереть. Вот уже кое-что подинамичнее. Наконец-то мультиплеер с товарищем. Как видите, связь идет практически непрерывно. Так как информации уже существенно больше. Для обеспечения стабильности пришлось подобрать положение для котов. И жестко их закрепить. Здесь вы можете видеть, что связь прерывается, когда вносится помеха в канал связи. Закрываем лазер. Появляется пиктограмма. Ну вот. Получилось запустить Quake 2. Для него скорости еще достаточно. Quake 3 начинает тормозить. Ему нужны скорости повеселее. Такая получилась система. В планах увеличить расстояние за счет оптики. И поднять скорость. Перейдя на другую элементную базу. Всем спасибо за внимание. Буду рад подписке и лайку. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok